Привет! Вы на канале Оскарши Пил Бро и с вами снимаем видео по видео РУК Дэйси, так старайтесь, здесь понравилось видео статьи и подписывайтесь на мой канал. Поехали! Хм, тоже мне муж лан проклятый, совершенно не ценит автомобильную любовь. Сначала в магазин за просроченным молоком, потом в детский магазин на окраину скупить из расходованных пупсов, чтобы было с кем заниматься любовью по ночам и зврать сраный. А где Ува, Дженни, Ек, такой девушке, как я? Фу, иди-ка ты в задницу, Фоксимилиан, Сиатик тебя больше не любит, всё! Эксплуатирует меня, как хочет, мразь рыжая. Фу, я, может быть, тоже хочу себе смазку в одно место, на карбюратор, например. Я честный Сиат, у меня есть права, как и у любой машины любви, у него вообще нет прав, почему он водит меня? Всё, надоело. Я хочу, чтобы мои права тоже соблюдались. Всё, 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 больше никакой работы, только здоровый сон. Всё, я устала, я буду спать. Ха, даже смазку мне не меняют, я всё скреплю, у меня песок в подгузных подшипниках. Вот если теперь он ко мне подойдёт, ведь я реально не шучу. Скажу ему, иди-ка ты в задницу, Фоксимилиан, езжай на своих двоих колёсных ногах. О, Долориан! Ха? О, я щас кончу, Долориан! Эй, какого-то хрена Фокси меня на какой-то таз заниженный променял, это ж он на приори какой-то проехал, получается. Вот ублюдок, я с ним всю жизнь, помнится, как ты гнилую картошку возили вместе в Таджикистан. Какого хрена, я ведь лучше, чем этот таз занизился, вот он, вот, как так можно? Долориан! Долориан! Уху! Ей! О, привет, зятик! А мы с Долориан только что в будущем побывали, смотри! Я откопал там свой высохший труп и украсил им капот, правда круто? О, я ещё не совсем умерший труп. Э, понятно, да, это очень модно в твоём стиле, Фокси. И знаешь что, приятель, пока ты тут прохлаждаешься в путешествиях во времени со всякими непонятными и стрёмными приорами, нам, между прочим, нужно картошку и огурцы в Таджикистан и к дагам возить, ты понял? Нам же нужно рэк-дейс на что-то снимать. Да ладно тебе, сиатик, не ревнуй, не ревнуй. Всем же известно, что ты старая и бесполезная, выше сорока не жмёшь. А мы с Долорес можем и двести выжить, а можем прямо к Чингачгуку в Китай приехать. Это когда двести лет назад было в Америке, да, Долорес? Я Долориан, не Долорес. Долорес это имя персонажа из Гарри Поттера, которого ты так и не прочитал. А ты непонятное ржавое существо. Не приставай к моему мужику, понял? Лу, Алла, поняла, поняла ты. Всё, мы поехали, да, Фокси? О, да, поехали, подмешаем Гитлеру слабительного, чтобы он опосрался на выступлении перед Третьим Рейхом. Пока, любимая Акасия Атик, нас ждут приключения. Вперёд, назад, в будущее. Ой, ну и вали, вали отсюда, вали отсюда, козёл со своей длинноногой, заниженной сучкой. Фу, променял настоящую машину вот на это, вне временное. Она потом с Фредди Меркьюри от тебя уйдёт, когда 86-й на Уэмпли приедете. Тьфу! Эй, вы там! Хватит орать в коридоре! Моему сыну надо спать, у него завтра важный экзамен. Ой, знаешь что? Знаешь что, заяц тупой, иди-ка ты в задницу, тебя сейчас выхлопну прямо в пердак. Меня, между прочим, мыши бросил. Водить меня не хочет, не то что в кино, вообще меня водить не хочет. Так что иди ты знаешь куда, со своими вонючими правилами. О, чёртовы хамы, слушай ты, ещё одно плохое слово в адрес этой квартиры, и на 95-й не получишь, поняла? Эй, ты чё, ты чё сразу 95-й попрекаешь-то? Изверг. Мне шо ж теперь, по-твоему, дизельное говно жрать, или вообще газ себе закачать в баллон? Эй, не молчи так! Слышите вы, мне пофиг кто там орёт, или сейчас тебе моргало, выколю, ты чё орёшь? Я пытаюсь спать, у меня важная работа, смотреть телек. Упс, Фёдор Михайлович буянить начал, это я зря. Фёдор Михайлович, простите, это я так, я случайный, я больше шуметь не буду, идите спать уже! Слышь ты, выхлопнушка обосранная, кому Фёдор Михайлович, а кому повелитель Фредди, бывшая звезда большого шоу! Если бы ты знала, как мне тяжело, ну всё, тебе сейчас, блядь, выхлопнуху, нахер свернув в узел. Ой-ёй-ёй-ёй, ёшеньки, ё-ёй-ёй-ёй-ёй! Ой, ого, о-о, бля, мм. Фёдор, слышь, иди домой, иди домой, чего опять разревелся здесь? Сейчас опять ментуру вызовут, мы за тебе последние деньги отдадим, а нам нужно за квартиру платить, у нас кран не работает. Кроме того крана, который у тебя в штанах, хотя он тоже не работает, иди домой, блюдок. Ого, фу-фу-яй, слава богу! Да, Сойка, забери своего мужика, он совсем кончен, он мне обещал выхлопнушку за пердоль, иди, измена, измена! Надо бы спрятаться. Эй, слышь, ты чё на меня орёшь-то? Ну я так, я ничего не делал уже, и вообще, жена не должна орать на своего мужа, она должна его уважать. Почему ты никогда меня не уважаешь? Тебе были нужны только мои деньги. Фёдор, ты столько жрал спиртяги после увольнения из шоу ФНАФ, что теперь ты, кажется, вообще не понимаешь, где реальность, а где, блядь, пони с крыльями. Эээ, а чё не так, я сказал, вот сейчас? Что не так? Что не так, ты говоришь? Во-первых, мы живём на мои деньги. Во-вторых, я тебе не жена, я твой репетитор по-русскому. Твой хаты-паты-репетитор, склеротик ты глупый. Тебе настолько мозг снесло, что ты каждый раз забываешь, меня отправили сюда из психологического центра, чтобы я помогла тебе ориентироваться в обществе, так как ты конченый аудист, наркоман и маньяк. И почему ты каждый раз называешь меня своей женой? Мы же даже не спим вместе. Дорогая, чего ты несёшь? Не понимаю, как это не спим? Сегодня ночью ты просто кричала от счастья, когда я был с тобой, как самый сладкий медвежий мужчина. Ха-ха-ха-ха! Слухи! Слухи интриги! Постить в интернете зарабатывает на девяносто пятый! Стоп! В смысле был этой ночью? Этой ночью мне снились сны! Они были не очень приятные, фу! Но... Погоди! Мне же снились сны! Но я не виноват, что ты не проснулась! Я очень аккуратный мужчина! Алименты аммонии, алименты аммонии, алименты аммонии, алименты аммонии... Как же ты меня заколебал, Фёдор. Уйду от тебя. Кто будет тебе задницу подтирать и русскому учить? Придурок. Стой, дорогая, стой. Какие капризные женщины, это невероятно. Но звезда секса знает, что сделает. Дорогая, стой, у меня есть для тебя подарок, он расчехляется. Стой, дорогая. Я тебе недорогая, иди в задницу. Ладно, ладно, не кусайся. Хотя, в задницу. Не-не-не-не, я пошутил. Авокин, сучка, Авокин. Если ты ещё раз мне что-нибудь скажешь такое, я тебя так за Авокине. Тебе пипец будет, я на тебя жалобу напишу, подумаешь, чмокнул его раз ночью, он подумал, что это от женщины что-то требуется. Это просто жесть, как можно быть таким упоротым, как ты? Сраный кусок, дерьма, может быть ты мне хоть когда-то и нравился, но только не сейчас. Нет, ну ебучка, я такой жестокий. Да пошёл ты, у меня есть канал. Я тоже был, Скоткат, он тебя поверил, пап. Пап, они что, так и будут до утра кричать? Я не могу заниматься своими уроками. Иди, набей морду дяде Фёдору, он заколебал. Эй, я уже никому не могу набить морду, сынуля. После тех пяти лет отсидки в тюряге, где меня изнасиловали в Пукан, и после того, как я родил из-за этого тебя, я не могу совершать насилие. Я слишком люблю тишину. Что? В Пукан? Папа, ну ты рассказывал мне про маму. Не обращай внимания, сынуля. У меня тяжёлая жизнь, а мама, она, она, я из неё каккаю. Привет, друзья. Меня зовут Плюш Трэп. Я вот сынуля вот этого странного существа. Не обращайте на него внимания, когда-то он был знаменитым злодеем, а сейчас он просто клерк, который разрабатывает анальные кольца для голубей. Между прочим, запатентованные анальные кольца для голубей. Это очень тяжёлая работа. Эти кольца так тяжело разработать. Анальные голубиные кольца. Моя единственная судьба и способ вырастить сына. Вот такие дела. Нет, всё же папка у меня хорошей. Я стараюсь быть для него опорой. Я хочу научиться страшно падать со стула и попадать на белый крестик. Если у меня получится, я смогу разбогатеть в новой игре Скотта Каутона. Там был кастинг. Эй, не грусти, пап. Меня возьмут в эту игру, а ты снова станешь популярным бездарным роботом. Ах, у меня была слава. У меня было всё. У меня были даже женщины. Почему тогда я отвергал их? Теперь у меня нет женщин. Я бы не отказался от парочки десятков чик. Да, пап, это круто. Но есть одна проблемка. Какая проблемка? У меня, знаешь ли, вся жизнь сплошная проблемка. У меня новая проблемка тут нафиг не уперлась. Па, у нас закончились деньги. Мне ж надо завтра как-то на метро ехать на кастинг, чтобы твою жопу оплачивать. Стоп, подожди, как это закончились? У нас же была заначка на чёрный день. Куда она делась? Там 15 баксов было, я целый год забирал. Забирал. Куда делась? Да? Не знаю. Так вот, на эти 15 баксов и поедешь. В чём проблема? Пап, проблема? Ну, папка, ну, понимаешь, эти 15 баксов ты неделю назад с Фёдором пропил. Ты пухой в жопу был, ничего не помнишь. Я тебе каждый день об этом говорю, а ты говоришь, иди в жопу. Ты шо? Серьёзно, что ли? Почему ты мне раньше об этом не сказал? Ну, я же сказал, что пытался тебе сказать, пап. Бессовестный маленький говнюк, все проблемы вечны из-за тебя. Придётся идти и занимать деньги. Эх, взрослые такие тупые, что просто лосось. Итак, мне предстоит довольно простая задача. Занять 15 баксов. Интересно, у кого их тут можно занять? О! Оп, хей, ла-ла-лей, ля-ля-ля-ля-ля. Ладушки, ладушки, внезапный позитив. Мур-мур-мур-мур-мур-мур. Эй, чего так на меня смотришь, мистер Салли? Это самое, Сиатик, не серчай на меня. Выручи, нужна помощь твоя. Помощь? Какая ещё помощь тебе нужна от старой машины, которую бросил единственный мужик? Ну, э-э-э, мхэ-мхэ. Дело такое, пожалуйста. Займи мне 15 баксов. О, что, серьёзно, что ли? 15 баксов? Целых 15? Ммм, надо подумать, это сумма крупная, нужно условия обустроить. Ха-ха-ха. Ладно, говори свои условия, Сиатик. Выслушаю тебя. И понуждаюсь я люто. Ну, в общем, дело такое, мистер Салли, эй, ты мне покупаешь на 15 баксов 95-го. Я беру эти 15 баксов, трачу, потом ты мне даёшь ещё 15 баксов, я возвращаю тебе 15 баксов, и ты их у меня занимаешь. Идёт? Э-э-э, э-э, э-э, но Сиатик, э-э, я не понял. У тебя, давай посчитаем, это уже 45 баксов получается. И причём я тебе ещё буду их должен дать сам. Что у тебя по арифметике? Ты что, считаешь это выполнимым? А что не так? Фокси меня учил считать. Он правильнее всех считает. Всегда считал дважды два равно миллион долларов, потом когда-нибудь у меня будет. Сиатик, как бы помягше тубискозать. Фокси, мудень тупой, его слушать нельзя. Да, ну тогда ты тоже в жопу уйди, дурак. Я, оказывается, раньше неправильно считал. Эх ты, ёпты, в жопу уйди, денег не получишь, бомжара. Да уж, эти машины из Восточной Европы абсолютно невоспитанные. Так, у кого же мне заня... Точно, как я раньше не догадался. Фёдор же мне должен намного больше, чем 15 баксов. Ха, буду трясти с подонка. Тук-тук, модафака. Открывай, Фёдор, открывай. Пришёл твой сосед Салли. Очень важно. Чего тебе надо, Салли? У меня тут с женой разборки. Это просто стерва. Какая стерва, Фёдор, я стираю твои носки. Ладно, ладно, ты не стерва. Чего ты хотел, Салли? Фёдор, ты помнишь про долг? Долг, Фёдор, долг. Долг платежом красен. Красен долг платежом. Очень платежом красен долг. Я бы фолла брать... Долг. Блин, Салли, у меня сейчас нет денег. Приходи лет через сто. А лучше иди в жопу. Фёдор, делай что хочешь, но давай сюда эти деньги. Я с тобой не шучу. У меня сложная жизненная ситуация. Я... Сложная ситуация, говоришь? Ну хорошо, жадина вонючая. На, подавись, продай на органы. Йоп. Вот так вот. Там побольше, чем 15 баксов будет. Подавись. Соечка, может это ментов вызвать, а его на ночь упекут? Ты хоть поспишь, а? Да нет, нет, мистер Саллич, всё в порядке. Ещё раз доброго дня, доброго вечера, доброго морга. Сука, яйца отрежу. Ай! На, получи, получи по яйцам, придурок! Ай, я тебя сейчас укушу на маску! У меня нет маски! Ой, прости. Я не знал, прости, критиковый. Я люблю тебя. Я тоже. Меня люблю. Вот это я понимаю идеальные семейные отношения. Не то, что у меня с моей несуществующей женой. Эти могут себя и критиковать, и драться, и мириться. Но! Нельзя, нельзя тормозить, нужны деньги. У кого бы ещё занять эти 15 баксов? О, точно! Зайду к Бомбому. У него постоянно бабки есть, он цепешкой торгует. Так, где была его хата? А, хотя, впрочем, пофиг. В следующей серии к нему зайду. Пойду посру. Давно не срал. Жена горит. Точнее, жопа. Впрочем, какая нафиг разница в наши-то времена? Береги, спорка! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok